Отметим важнейшие события, например, то же самое первое сентября, когда открывая так называемый учебный год, как кентервильское привидение, возник Путин. И это действительно сильно напоминало спиритический сеанс, потому что у него, конечно, поразительные способности уметь, вот то, что называется, быть не в нерв и не в жилу. Вот мы видим 20-й год, это год вернисаж всех возможных бедствий, отравлений, мятежей, катастроф, всех видов идиотизма и всех современных проблем. И мы понимаем, что, в общем, эти все проблемы уперты своими клинками и остриями нам в кадык, и тебе, и мне, и всем, кто нас слушает. И вдруг, вот для тех, кто решился пойти в этом году в школу, возникает совершенно спиритический сеансный Путин, который начинает долго, нудно, старательно, с ощущением какой-то старой хроники, пересказывать школьникам их будущую жизнь в течение 11 лет, причем, если кратко суммировать все, что Путин сказал, это то, что в течение 11 лет школьников будут учить возлагать венки к мемориалам и пускать слезу на могилах солдат сталинской армии. Ну, от возлагательства венков и пускательства слез, конечно, можно будет отвлечься, но только для того, чтобы поцеловать какую-нибудь крашеную доску, руку попу и либо там продемонстрировать единство с мертвыми предками исполнением народного танца, либо в кокошнике, либо в ватнике с номерами, да, который тоже, в общем, является русской национальной одеждой. То есть вот этим вот ребятам, которые фанаты тиктока, сисек, стримов и мечтания о 12 айфоне, он на протяжении почти получаса мучительно вливал в уши абсолютно не имеющие ни малейшего отношения к сегодняшним дням и очень вольно интерпретированную, дремучую, замшелую историю, объясняя тем, что, вероятно, тот, кто пришел в школу в надежде что-нибудь постигнуть и узнать, в общем, он может из нее уходить, и он будет полностью разочарован. И все то, что может предложить сегодня школа, абсолютно несовременно и никому не нужно. И он опять завел эту свою бесконечную шарманку, опять рыдали все, рыдали, насколько я понимаю, педагоги, рыдали дети, рыдали родители, потому что ведь если Россия, например, доиграется до следующей мировой войны, она вполне может доиграться с помощью безумного Лукашенко, то и война будет настолько категорически другой, незнакомой, что никакой опыт Второй мировой войны не пригодится. Вот, кстати, я хотел рассказать, что потому что мы тоже можем покапать всякими ханжескими слезами, но мы, я вот готовясь к выпуску, понял, что у меня есть абсолютное доказательство того, как в самом главном, в самом главном, в самом ключевом переменились люди. Вот те люди, о которых говорит, которых имеет в виду Путин, когда рассказывает что-то про державу, про патриотизм. И эти люди никогда уже не вернутся. Ты вот помнишь вообще фамилию Минх? Нет. Не помнишь. А ты знаешь почти все. И я ценю исключительную эрудированность нашей Оли. Был такой Григорий Минх. Это был прозектор Одесской городской больницы. И у него был друг. Иосиф Мочутковский. Он был зав. отделением той же самой больницы. Это 19 век. Что они сделали? Вот, кстати, даю подсказку. То же самое сделал Илья Мечников. Когда ТИФ стал радикальным, жутким бедствием, то Минх и Мочутковский ввели себе огромные дозы крови тифозных, инфицированных больных, чтобы с позиции врача наблюдать за развитием и течением болезни и придумать способ борьбы с ней. Минх был первым. Он просто вот не дрогнувшей рукой закачал себе, сделал себе переливание крови больного возвратным ТИФом. И страшно заболел. Причем он потребовал от Мочутковского не предпринимать никаких лечительных мер. И когда Мочутковский пытался сбить ему температуру, Минх влез на окно на четвертом этаже Одесской городской больницы и пообещал, что он выбросится. Он был великолепен. Он был в грязной рваной простыне. Но он прочел весь потный, с температурой 40 в черьях. Но он прокричал про то, что только сейчас и только он может сделать наблюдение за ТИФом, необходимое для спасения человечества. Мочутковский на него дико разозлился. А разозлившись, что он сделал? Он пошел. Если Минх привил себе возвратный ТИФ, то Мочутковский привил себе сыпной ТИФ. И тоже начал наблюдать с позиции врача за симптомами. Потом таких людей было на самом деле очень много. И там позже по неосторожности, по героической неосторожности погибли там и Провачик Чех, и Рикетс. И вот тогда врачебное самопожертвование, великое самопожертвование ради науки, ради медицины, было абсолютной нормой. Это даже никого не удивило. Даже ты не помнишь фамилию Минха, несмотря на его огромный вклад в это дело. И вот очень две схожие ситуации. ТИФ и сегодняшний ковид, который уже заразил только в России миллион человек. То есть огромная угроза вечной пандемии. Врачей на планете сейчас, по сравнению с временем, Минха стала в 26 раз больше. В 26 раз больше я долго искал хотя бы одного врача, который добровольно бы заразился ковидом, чтобы на себе испытать, тяжелой формой ковида, чтобы на себе испытать все, что эта болезнь может преподнести. Там были случайно подцепившие и потом вравшие, но вот так, чтобы вкачать себе кровь с тяжелой формы, таких не было. То есть пойми, вот не потому, что люди стали плохие. Вот у нас есть пребывающий в безукоризненном комфорте официальный голос вируса мясников. Он сытый, снисходительно теоретизирует, там бродит серой тенью, а нищенка с дурацкими рекомендациями, наставлениями. Но никто из них не сделает того же самого, что сделал Минх, потому что действительно произошло качественное изменение человека. А Путин, когда он говорит школьникам о подвигах, он все надеется, что возникнут какие-то Мараты Козеи и Матросовы, и они будут спасать его власть своими подвигами, как когда-то спасали сталинизм. Не будут, их нет больше. Потому что вот это вот, во-первых, выяснилось, что подвиги совершенно нерентабельная штука, и что это государство никогда не будет благодарным. Оно, может быть, установит гипсовый бюстик на родине героя, но это ничтожная плата за то, что оно, в общем, может требовать. Последним героем у нас был, по-моему, Буданов. А ведь российское офицерство совсем не такое глупое, как оно выглядит на парадах. Они ведь тоже наблюдают за судьбами сослуживцев и делают свои выводы на примере, в общем, судеб товарищей. И в этом вопросе, в общем, фазовый переход от одного типа людей к другим уже перешел. Поэтому Путин зря разводит свой патриотизм. К тому же, вот обратите внимание, модный дизайнер высказался про то, что памятник родины матери на Мамаевом кургане уродливым. Он абсолютную правду сказал. Он был предельно коррекци... Ну, ему за это орден дали, ну что вы. Нет, ему орден... Мы еще ордена коснемся. Оль, подожди, я не забуду про орден. Нет, он сказал абсолютно правильную вещь, что, да, действительно, с позиции современной эстетики, это чудовищно. Но он не имел в виду идею этого памятника, факт этого памятника. Он говорил только о художественной стороне этого дела, как немедленно зарыдали все. Да, ведь это же была неделя рыданий, и продолжают, по-моему, рыдать до сих пор. Но это замечательный способ выражать свое отношение к этим вещам, говоря, знаете, вообще мы имели в виду только художественную сторону, и это дает право на оценки. Одновременно с тем, что они рыдали и проклинали, значит, модного дизайнера, который назвал родину-мать уродливым памятником, справедливо назвал, да, одновременно они планировали немедленно снести памятник, как они выражались, мерзкому наркоману, снести памятник Цою, который недавно был установлен в Петербурге, писали об этом большие статьи, призывы, петиции. Кстати, с Цоем интересно, вот прошло сколько лет, но за все эти годы, 30, да, за все эти годы не образовалась равной по заводу, по драйву и по смыслу песни, равной песне перемен, да. Она все равно сейчас становится опять главной песней, и, вероятно, ближайшего десятилетия. И от этого все Зюгановы, разумеется, и все незюгановы тоже могут лопнуть от зависти и рыдать дальше. Вот, кстати говоря, по поводу перемены общественного отношения, есть такая штука, как абсолютно независимый честный рейтинг, да, вот когда 52% населения страны выказывают отношения к президенту тем, что они говорят, знаете, нафиг нам нужна ваша вакцина, мы прививаться ею не будем. Это и есть та самая чистая социология, когда человек не боится ответить на вопрос, потому что вроде бы вопрос личный и не политический, но даже той безумной рекламы, которую сделал Путин, совершенно недостаточно.